Концерты и представления фестиваля пройдут на трех площадках. В Зимнем театре, Зале органа и камерной музыки, а также на курорте Роза Хутор. Сегодня, в день открытия, в Зимнем театре покажут спектакль «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским в главной роли. Галоконцерт состоится 18 февраля. На 19 февраля запланирован вечер балета. В Зале органа и камерной музыки в понедельник пройдет концерт солистов и ансамблей Гонконгского оркестра китайских инструментов. А в Зимнем театре – премьера спектакля «Сивильский цирюльник». В Театре 21 февраля пройдет специальный проект фестиваля «Там, где Китай встречается с Европой», в котором примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» и китайский оркестр Гонконга. В этом году впервые мероприятия фестиваля пройдут на курорте Роза Хутор. Там покажут сказку для детей и взрослых с оркестром Руслана Людмила. И состоится авторская версия Евгения Онегина. Идея такая, чтобы среднему по подготовке слушателю, все знающему, но не точно, ну так скажем, вот, чтобы он понимал, о чем идет речь и в то же время услышал шедевры музыкальные, знаменитые арии. И тогда появилась идея пригласить прекрасных актеров, которые будут не назойливо, но без всяких сокращений, читать Пушкина. И вот тот же Петр Ильич, это все, значит, синтез получается такой. И опера идет без антракта, ну, этот спектакль. И она не утомляет, а это прекрасный, в общем, такой новый жанр. Завершится фестиваль 26 февраля голоконцертом с участием скрипача Вадима Репина, пианиста Дениса Мацуева, на «Альте» Юрий Башмет. Также состоится выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра.